Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я снял видео о том, что доллар сдаёт позиции, и многие восприняли это как-то странно. Дело в том, что я говорил, что доля доллара в расчётах снижается, и влияние доллара в мировой экономике снижается. Некоторые люди поняли, что я призываю хранить деньги в рублях. Давайте посмотрим, что происходит с рублём по отношению к доллару. Дело в том, что когда я говорил про доллар, я говорил, что есть другие валюты появились, которые занимают уже достаточно солидную долю. В частности, в платежах через SWIFT доля евро практически сравнялась с долей в долларах. Что Иран продвигает расчёты тоже в национальной валюте. Иран начинает продавать нефть за доллары и Европа за евро. И Европа тоже задумалась о том, чтобы увеличить платежи в евро и вообще придумать другую валюту. И здесь рубля вообще нет. Рубль в расчётах в мировой экономике вообще, можно сказать, не присутствует. Я отнюдь не призывал делать вклады в рублях. Конечно, нет. Дело в том, что если с этой логики смотреть, то доля США в мировой экономике, вот сейчас вы видите, США 24,41%. Следующий Китай, ну вот здесь 15%, ну он практически сравнялся уже с США. И дальше идёт Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Италия, Канада, Корея и только потом Россия. У России 1,77% мировой экономики. Это в общем. Теперь дальше. Как меняются эти соотношения? Да, доля США несколько снижается. Почему? Потому что Китай растёт высокими темпами, экономика Китая растёт, и доля Китая увеличивается. Кроме того, увеличивается доля Индии. Очень здорово. А что с Россией? Общемировая экономика в среднем растёт 3,5% в год. А экономика России при этом последние 5 лет не растёт вообще 0% в год. То есть доля России сжимается, а доля остальных стран увеличивается. Увеличивается в первую очередь доля Китая, доля Индии, возможно доля Бразилии увеличивается. И за счёт этого немножечко смещается, снижается доля Америки. Ну и доля объединённой Европы, еврозоны тоже, она, ну если не увеличивается, то по крайней мере не меняется. Потому что Европа растёт примерно так же, как общемировая экономика. Есть развивающиеся страны, мы относимся к этой группе, но мы не развиваемся. Вот, поэтому перспектива рубля в этом смысле весьма и весьма не очень. Вот, сейчас мы добились того, что наша страна добилась того, что инфляция отсутствует, но рубль как национальная валюта обладает рядом очень неприятных свойств. Дело в том, что, ну, из-за слабости экономики российский рубль целиком зависит, во-первых, от нефти, во-вторых, от политики. И экономика зависит от политики. Поэтому с экономикой всё плохо и с рублём тоже всё, в общем-то, не важно. И вы видели, что вот в последние дни нефть резко подешевела, соответственно рубль резко упал к доллару. Поэтому, если уж и хранить деньги, то надо хранить деньги в чём? В том, что растёт по отношению к рублю. Вот основная идея. А что растёт по отношению к рублю? Доллар. Вот, доллар растёт по отношению к рублю. Но, может быть, идея моя такая. Может быть, что-то есть еще, что растет по отношению и к доллару. В ближайший год, судя по всему, доллар будет еще укрепляться и расти по отношению ко всем остальным мировым валютам. К рублю в первую очередь. В рублях вообще в следующем году ожидается инфляция в районе 10%, поэтому из-за повышения НДС, из-за повышения цен на бензин, которые сейчас пытаются остановить, но вряд ли остановят. Потом пойдет, сейчас уже вводят повышение тарифов на страховку, повышение тарифов. Ну, что я буду рассказывать, вы сами можете написать в комментариях. Напишите, кстати, какие тарифы еще повышаются. Будут повышаться цены на билеты, потому что потом будет аэрофлот говорить, что надо повысить бы цены на авиабилеты, потому что бензин дорогой и топливо дорогое. Потом ЖКХ повысится, электричество повысится и все остальное тоже повысится. Повысится стоимость доллара, соответственно, знаете, что не повысится только? Не повысится только ваша зарплата, скорее всего. Поэтому жить мы станем хуже. И поэтому, соответственно, если уж что и покупать, но топливо мы не сможем закупить впрок в надежде на повышение, еще что-то не сможем, а вот доллары, скажем, сможем. Но, может быть, часть, если уж держать на долгосрок, то часть в евро, например. Вот об этом и была речь в том видео. То есть, что может быть не только доллары, но и евро. И надо покупать активы, которые растут, скажем, в долларах. Возможно, это будет евро. То есть, подорожает по отношению к доллару. В течение следующего года вряд ли, если честно. Но есть еще какие-то массы активов, которые дорожают в долларах. Например, нефть. Сейчас она дорожает в долларах. И если купить нефть, например, то мы можем заработать намного больше, чем если просто держать в долларах. Если покупаем нефть по, скажем, ну сейчас она стоит 68, ой, 66,5 долларов за баррель, по оценкам, может повыситься опять до 70. В ближайший месяц буквально. И в ближайший месяц вы можете на этом заработать. В долларах. Вот о чем речь. Можно купить нефть, можно купить золото, которое вроде бы должно начать дорожать, когда начнется кризис. Почему нет? Где купить золото, где купить нефть? На бирже. В виде ценных бумаг. Есть специальные ценные бумаги, есть фьючерсы, есть опционы. И в этом всем надо разбираться просто, и все. И вы будете зарабатывать в долларах и в евро. Но в евро сложнее, только в долларах на самом деле, потому что в основном все активы именно в долларах на рынке. То есть фьючерсы на нефть, пожалуйста, в долларах. Опционы тоже в долларах. Можно купить какие-то доли в фондах ETF, которые номинированы в долларах и которые растут в долларах. Которые, например, опираются на такой актив, как золото в долгосрок. И все. То есть вы купили не доллары, вы купили золото фактически. Понимаете? Вот о чем речь. Что по поводу криптовалют? Скорее всего, будет какая-то криптовалюта общая. Вряд ли это будет биткоин. Поэтому здесь надо просто наблюдать, я считаю. Но с другой стороны, вот сейчас есть различные фонды, которые торгуют. Дело в том, что криптовалютами чисто поторговать очень сложно самостоятельно. Потому что для этого нужны, во-первых, большие деньги. Во-вторых, там большие комиссии на торговлю. Если мы с маленькими деньгами приходим. И торговля криптовалютой возможна только с огромными объемами. И опять же, есть такие схемы, которые, если хотите, я могу рассказать, напишите в комментариях. Есть такие фонды, их уже несколько я слышал, которые просто вот собирают деньги, значит, совокупные. И они уже торгуют на биржах международных. Там большие объемы, там профессионалы. Они дают стабильный доход. Стабильную доходность. Даже на падение того же самого биткоина или эфира. Все это работает. И эти фонды дают стабильные доходности. В следующих видео, может быть, я расскажу о каком-нибудь из этих фондов, которые торгуют вот именно на рынке криптовалют. На это стоит обратить внимание, на самом деле. Но вот как частник, например, вот купить тот же самый биткоин или эфир. Ну, ребята, они сейчас падают, на самом деле. И не факт, что это будет. Но следить за этим надо, потому что за этим будущее, за криптовалютами будущее. И, скорее всего, будут, ну, какие-то вот сейчас идеи, что ввести национальную криптовалюту в обход санкций можно ввести. Вот Россия в этом очень сильно заинтересована криптовалюту специально, потому что у нас есть Крым, который вот не позволяет. А через криптовалюту можно все это делать. Поэтому очень скоро все будет поменяется в мире, и контроль над движением средств, конечно же, будет изменен. В какую сторону, я не знаю. Что делает Дуров, куда делся проект с названием «Грамм». Он никуда не делся, он выстрелит скоро. Надо очень внимательно наблюдать. И вовсе не обязательно, что вот надо иметь деньги только в долларах. Но уж точно, уж точно не в рублях, друзья мои. Даже если вы положите деньги на депозит во вклад, то этот депозит будет давать меньше, чем инфляция. Но это уже лучше, чем просто держать деньги под матрасом. Это уже лучше. Купить доллары, ну, может быть, не факт. А вот купить что-то, что подорожает в долларах, в частности, тоже нефть и так далее, о чем я сказал, это вот уже интереснее. А для этого нужно иметь доступ на фондовый рынок. Для этого надо иметь брокерский счет, чтобы быстро реагировать. Ну, например, вот сейчас вы видите, что буквально вот вчера я заработал там в районе, ну, можно заработать в районе 3-5% в день, чисто торгуя на бирже. Причем я торговал не на всю сумму, естественно, потому что, ну, вся сумма вложена в основном в различные акции, там, в различные другие инструменты. А здесь просто на срочном рынке торговля. Очень даже неплохо. Можно делать 2-3% за день. Ну, не каждый день, я хочу сказать. Но для этого надо учиться, для этого надо заниматься. И поэтому вот биржа для чайников. Мой курс, он как раз сейчас только-только начался, с 15 ноября. Первое занятие только прошло, поэтому, если вы совсем-совсем новичок, милости просим, вы можете освоить это дело и начать вкладывать уже деньги, чтобы, ну, они росли. Потому что если они будут в рублях, они будут падать. Ссылку вы сейчас видите. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует...